Около трех суток нужно, чтобы прослушать все это. В принципе, идея не плохая, вы поняли меня, да? Готовы мы на это делать? Я сам подготовился, принес с собой пирожки, бутерброды, так что посидим. Зато мы будем, наверное, первые в мире люди, которые одновременно прослушали все поиски. Надо было книгу рекордов Гиннесса оповестить об этом. Тогда бы журналисты снимали. Кивая головой, что готовы, когда закончим мы доходы, сейчас мы вместе с вами. Добрый, я пошутил, конечно. Ну, наверное, Сергей говорил о том, что вот мы поставили гитару, чтобы вот такое сложилось впечатление, что Владимир Семенович просто вышел покурить. Он сегодня с нами вместе празднует свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 76 лет. Значение этого поэта говорить не буду для каждого какой-то... Если вы сегодня пришли, значит, оно для вас что-то значит. Но я начну с удивительного такого факта из его творческой биографии. Может, кому-то известно, кому-то неизвестно. Лично для нас, для нашей группы, очень многое открылось, несмотря на то, что мы считаем, считали, что мы его хорошо знаем. Но в процессе его подготовки очень многое для нас новое мы узнали и еще более полюбили и зауважали его. В свое время, вообще, композиторы, как правило, пишут песни на либо неизвестные стихи, либо конкретно написанные для подготовки этой песни. А Высоцкий взял стихотворение Андрея Разъясенского в то время, в 80-х годах, очень популярное стихотворение, и на него написал песню. И стихотворение не потеряло своей значимости. И песня полюбилась людьми. Вот такой эксперимент он провел, и он оказался удачным. Поэтому сейчас я прочитаю это стихотворение, и тут же Владимир Семенович его исполнил. Я думаю, как-то, с этой сексором вы почувствуете силу и исполнения Исоцкого, и само стихотворение тоже. Ни славы и ни коровы, ни тяжкой короны земной, Пошли мне, Господь Второго, чтоб вытянул петь со мной, Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек, Пошли мне, Господь, Второго, чтоб мне был так одинок, Чтоб было с кем пасоваться, аукаться через степь, Для сердца, не для аватсу, на два голоса спеть, Чтоб кто-нибудь меня поднял, нечасно, ну хоть разок, Из раненых губ моих поднял, царапнутый пулей рожок, И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, Меня поблиднев от соперничества, Прирежет за общим столом, Прости ему, он до гроба, Одиночеством окружен, Пошли ему, Бог, Второго, Такого, как я, и он. Спасибо.